Еще одну музыка ТЭ. Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В Уральске уточнили бюджет на 2016 год. Его сумма составит свыше 22 миллиардов тенге. Об этом стало известно в ходе очередной сессии городского маслехата. Депутаты совместно с Акимом Горда обсудили, на что будут распределены выделяемые средства. Заседание городского маслехата начали с отчета бюджетных расходов на текущий год. С докладом выступила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Мебегульни Иткалиева. В 2015 году было принято решение сократить городской бюджет на 117 миллионов 3 тысяч тенге. В то же время с нацфонда было выделено 333 миллиона тенге. Из этих средств 248 миллионов выделено для строительства домов в Зачиганске. 10 миллионов выделено на строительство домов на улице Доповской. Но многие вопросы остались нерешенными и перешли в план на 2016 год. Как отметил Аким Горда от Айкульгинов, одной из основных проблем, требующих решения, остается ремонт дорог. В уходящем году сделан капитальный ремонт свыше 90 километров дорог, который обошелся в 10 миллиардов 600 миллионов тенге. Тем не менее, порядка 100 километров дорог еще нуждаются в ремонте. Если на начало 2015 года изношенность инженерных сетей составила порядка 60%, то сегодня процент изношенности удалось снизить до 52. Также в текущем году в рамках программы «Норожоу» выделено 4,7 миллиарда тенге на строительство пяти многоэтажных жилых домов и подведение к ним инфраструктуры. В этом году в эксплуатацию было сдано 446 квартир. Обладатели половины из них – очередники. В этом году мы завершаем еще три дома, которые будут сдано эксплуатации первого квартала следующего года. Планом нашел еще в рамках цифрами 3 миллиарда рублей средств, и на них уже 5 домов начали строительство. 5 многоэтажных домов – это 620. Осенью следующего года мы завершим. Таким образом, текущий год закрывается бюджетом размером в 26,5 миллиардов тенге. На следующий год, как и предполагалось, в связи с кризисом сумму урезали. Он составит лишь чуть более 22 миллиардов. В ходе сессии от депутатов поступило предложение увеличить количество детских площадок в следующем году. Аким поддержал это предложение, подчеркнув, что оборудованных в этом году 26 площадок недостаточно. Аким призвал всех бизнесменов в следующем году принять в этом активное участие, так как в связи с непростой экономической ситуацией за счет бюджетных средств сделать это вряд ли удастся. Марина Горбук, Дорин Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В областной филармонии имени Курман-Галиева прошла церемония вручения областной молодежной премии «Лидер года-2015». Лучших ученых, журналистов, организаторов и многих других выбирали в 12 номинациях. Вручение премии «Лидер года» проводится с 2008 года. Его цель – отметить лучших молодых специалистов, которые в течение года показали свой профессионализм в различных сферах деятельности. Перед награждением с поздравительной речью выступил Аким Западно-Казахстанского гостя. Становится традицией, что мы в конце года чествуем лидеров своей специальности, лидеров молодежных организаций, и это приятно. По статистике в Западно-Казахстанской области под категорию «Молодежь» попадает 150 тысяч человек. Это 25,7% от жителей Западно-Казахстанской области. В финал премии прошли 36 человек из 170 претендентов. Главные награды премии «Лидер года» получили 12 западно-казахстанцев. Премия «Лидер года-2015» в этом году проводилась уже восьмой раз. На этот год нам подали 170 заявок, из них мы отобрали 34 победителя. Это 12 лауреатов и 24 претендентов, то есть дипломантов. Комиссия рассматривалась по каждой номинации, то есть это специалисты своей сферы, это средства массовой информации, это государственные органы, которые реально занимаются этой политикой. Основная акция ставилась на достижении 2015 года. В номинации «Лучший молодой журналист» участвовала и журналистка телеканала «ТДК-42». Будущее Казахстана в руках молодежи. Я не так давно работаю в сфере журналистики и очень рада, что уже попала в тройку лучших молодых журналистов. Хочется пожелать лидерам года и дальше радовать своими успехами, оттачивая профессионализм. Рустам Ашарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Жумашев, ТДК-42. Спортивная общественность подвела итоги года. В этом году наши атлеты добились высоких результатов как на международной арене, так и в республиканских соревнованиях. Праздничный бал спортсменов прошел в Доме торжеств. На нем побывали и наши корреспонденты. В этом году спортсмены Западноказахстанской области завоевали три лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Еще один успех – уральский Акжаик занял первое место в первой лиге чемпионата страны по футболу и завоевал путевку в премьер-лигу. Бал спортсменов уже становится традицией. Вам удалось в первую очередь повысить авторитет спортсменов, престиж спорта и доказать те преимущества, которые есть у тех, кто постоянно занимается спортом. Среди награжденных были и спортсмены-паралимпийцы. Спасибо всем оба спорта, вор спорта, которые пригласили. Дали сам Аким лично в области. Дал благодарное письмо за мои результаты 2015 года. Спортсмены и дальше пообещали радовать полейщиков победными и высокими достижениями. Рустам Ашарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Жумашев, ТДК-42. Чиновники Западноказахстанской области не собираются отказываться от новогодних корпоративов. Праздничные застолья будут организованы в большинстве управлений и отделов. Правда, госчиновники отмечают, что никаких бюджетных вливаний на эти цели не предусмотрено. Западноказахстанские чиновники оказались на редкости единодушны в своих пристрастиях. Новый год и корпоратив для них понятия традиционные и неотделимые. И если коллектив хорошо поработал за год, то нужно хорошо вместе отдохнуть. Из бюджета для празднования Нового года, для проведения корпоратива, средства не выделяются и не выделялись. Думаю, что коллектив и вообще сотрудники самостоятельно решают, каким отмечать Новый год. Я так думаю, что, скорее всего, этот вопрос сейчас в данный момент нашим коллективам решается. Скорее всего, чисто символически отметим. Осуждать чиновников, которые не могут отказаться от новогодних корпоративов даже в кризис, никто не вправе. Ведь запрета на проведение праздничных вечеров не было. Ожидание такой сказки, чудо, всегда мы ждем. И здесь уже, наверное, от возможностей каждого человека, каждого предприятия в отдельности будет зависеть. Конечно, если мы говорим о глобальном кризисе, нельзя вообще в пучину такого стресса впадать и все надо свернуть. Я, насколько знаю, у нас коллектив, по-моему, они собираются проводить. Да, такое мероприятие. Правда, не знаю, в каком формате это будет. Честно скажу, не знаю. Я сам не буду участвовать. У меня как раз на тот день, который они назначали, мероприятия тоже есть семейные. Но, во всяком случае, запретить людям я не могу. Средняя стоимость новогодних корпоративов, кафе и ресторана города – порядка 7-12 тысяч тенге. Коллективный дух, я думаю, командный это должно быть. Поэтому, если коллектив решит, что уже где-то встретиться, встретить Новый год, пожелать друг другу пожелания, сделать какие-то выводы уходящего года, я думаю, это ничего такого зазорного, плохого в этом нет. Как сообщалось, в некоторых национальных компаниях Казахстана отказались от проведения новогодних вечеров. Многие организации также не будут проводить корпоративы из-за финансовых проблем. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин